Свадьба всегда большое событие, но торжество, которое прошло в это воскресенье в Дербенте, затмило даже церемонию бракосочетания знаменитых олигархов. Там прошла самая большая и многонациональная свадьба, установившая сразу два мировых рекорда. 30 пар представителей 16 дагестанских народностей связали себя узами брака. Все подробности опытом от Ханаповой. Около 30 пар 16 национальностей в один день и в одно и то же время воссоединили судьбы. Посмотреть на это пришли более 10 тысяч гостей. Такой большой и многонациональной свадьбы в мире еще не было, поэтому она и войдет в книгу Гиннеса сразу по двум рекордам. И вот торжество начинается, и молодожены исполняют свой праздничный танец. Ну и как же дагестанская свадьба без кражи жениха? Да, только вот украли его вместе с невестой. Пару искали все. И наконец их находят на большом воздушном шаре. Сейчас должны быть уже точно громкие аплодисменты. Потому что действительно там пара! Браво! Я думаю, что эта пара родит нам космонавтов. Вот куда я их запляжал. Среди молодоженов, помимо представителей основных дагестанских национальностей, есть и иностранцы. Анна Антонова встретилась со своим супругом Сун Лидун в Китае. Там девушка проходила трехмесячную рабочую практику. И я узнала про это событие, и я чуть не сошла с ума от радости, потому что я так и так собиралась выйти замуж. А принять участие в каком-то мероприятии, которое войдет в Книгу рекордов Гиннеса, да еще и самое многонациональное, это большая честь для меня. И я сразу сделал все возможное. Прикласил своего мужа, чтобы расписаться скорее. Каждый раз, когда мы общаемся, открываются новые грани, неизведанные другой страны. И мне кажется, каждый день с ним общаться это очень интересно. Он рассказывает про свои традиции, я про свои. Когда-то это не совпадает, и это очень интересно. А вот у семи дадашевых классическая история дагестанской любви. Встретили они друг друга на свадьбе друзей. Она азербайджанка, он табасаранец. Разные национальности не стали помехой для влюбленных. Не знаю, видная девочка была, увидел, понравилось. Дальше начал писать, и так все закрутилось. Потом решили жениться. А вы дебете можете жить? Да, мы пока в Дербенте проживаем. Хоть я и живу в Московской области, до этого жил, а сейчас здесь. Среди пар есть семья, которая празднует и 60 лет совместной жизни. Это Гаджимурат Курбанов и его супруга Айша. Они решили поддержать родной Дербент и отметить бриллиантовый юбилей. Мы друг друга понимали, мы друг друга уважали. Очень хорошо были мы в молодости. Вырастили прекрасно семеро детей, дали им образование. На празднично украшенном стадионе на рынке Кала собрались люди со всех концов. Из разных городов и сел не только Дагестана, но и России. Очень хорошо, мы не ожидали, что прям будет так круто. 15-я школа пришла поддержать и весь город. Приехала с города Избирьбар. Очень приятно. Мои нервы спокойны. Я успокоиться сюда приехала. Мы всех поздравляем, всех присутствующих этих молодых пар, которые соединяют свои сердца. Всем 100 лет без капитального ремонта желаем побольше таких массовых мероприятий. Очередным сюрпризом для зрителей стало выступление ансамбля «Лизгинка». Красочное представление профессиональных танцоров покорило гостей свадьбы. И вот, как и планировалось, эта большая дагестанская свадьба установила сразу два рекорда. Как самая многонациональная и как самая большая по числу гостей. Для объективной и независимой оценки была создана специальная комиссия. Ее решение с замиранием сердца ждали все. Я вам удовольствием объявляю о том, что при свидетелях в 10 382 свидетелях были установлены сразу два национальных рекорда. Самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей. Я поздравляю вас! Так Дербент оставил свой след в книге рекордов Гиннеса и прославился за пределами Дагестана и России. Грандиозный и уникальный праздник завершился масштабным фейерверком. Россия! Россия! Свободная в мире! Россия! Россия! По тематам Ханапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Дербент.